С Каканским ханством И 600 казаков И 200 казахских жигитов Из рода Шапрашты Противостояли 22-тысячной армии Каканского хана И наголову разбили эти войска Еще раз подтвердил Великую истину наших предков О том, что воюют Не количеством, а умением Что Бог не в силе, а в правде Здесь ковалась Великая дружба Которая на сотни лет И навсегда связала русские и казахские народы Так, атаман Согласен я с вами, что Бог Правильно говорит Что не в силе, а в правде Поэтому надо говорить правду Я вот сейчас буду говорить правду То есть ты говоришь, что было здесь Сколько-то там казаков И 200 шапрашты Так я вот про эти 200 шапрашты Больше заинтересован Знаете И погибло вообще в этой войне Всего лишь два солдата И вот давайте сейчас я расскажу Друзья, как это было Происходило это сражение То есть это Написано Описание То, что я читаю Это описано Сделано Офицером Вернинского гарнизона То есть город Верный Помните Пичугиным Спустя 11 лет После событий По Расспросам Участников боя И изучение Всех обстоятельств Тех событий То есть Вот он говорит Что там 200 шапрашты Воевали на их стороне То есть 22 тысячи Как можно представить Что отборных войск Да там коканских Так я вам скажу Что было всего Тут написано 15 тысяч И из них Из них Вот сейчас я вам Пометил Где вот я буду читать Из них значит Вот Корпусному командиру Гасфорду Колпаковский Направил сообщение Где в частности Говорилось С крайним сожалению Я должен Доложить Вашему Превосходительству Что Дулатовские Киргизы Ведут себя Более чем Двухсмысленно То есть Киргизами Они обзывают Нас Казахов А часть Шапрастинцев С бием Суранчи Открыто Продалась На сторону Неприятеля Бии Которых я вызывал Приехали Под предлогом Что они Опасаются В настоящее Тревожное время Оставить Свои аулы Только Султан Аблис Аблиев Прапорщик Гаджигов Байсер Байсер Байсеркин Какой-то Куат И про Десяток Простых Киргизов Десяток Не двести Понимаете Атаман Не двести Каких-то Десяток Киргизов Ну видать Какие-нибудь Такие Знаете Иди Принеси За водой Сходи Каканские Войска Они В то время Они привыкли Приходить На битву И встречаться С неприятелем В открытом поле То есть Наши Великие Степи Всегда Бои Проходили Вот так Понимаете То есть Пришли Вызвали На бой Вышли В открытое Поле И побились Как положено И вот здесь Пишет Что Канад Шах Пишет Взяли Они пленного Одного И спрашивает Выйдут ли Русские На бой Спросил Каканский Главнокомандующий Пленного Русского Евграфа Непременно Выйдут Ответил Тот И за нужный Ответ Канадша Подарил Пленному Халат Вот видите То есть Он ждал И в открытом поле Армии Как Обычном Понимании Войска Канадша Можно было Назвать Только С натяжкой В основном Она состояла Из конницы И кое-как Обученных Сарбазов Пехотинцев К ним Примкнуло Разный Сброд Из полубродяг Жаждет Обогатиться На поле Боя То есть Видите И было Их Число Здесь Точно Никто Не знает И не пишет Точно Русские Значит Казаки Казаки И русская Царская Армия Они Видите Как они Они Вот привыкли Строить Вот для этого Они и строили На моей Моей родине Казахстане Вот эти крепости Чтобы в крепости Спрятаться И все Из-за угла Стрелять Пушками Чтобы Вот Понимаете Какую Тактику Привезли Россияне То есть Привезли Они Вот такую Трусливую Тактику Прятаться В крепости Из укрытия Стрелять Пушками И вот И поэтому Здесь И пишут Что заняв Господствующую Высоту Чтобы Использовать Артиллерию В полную Мощь То есть Видите Вот То есть Не зря Атаман Говорит Что Умением Надо воевать Не числом А умением То есть Они считают Вот подло Из-за угла Стрелять Это По ихнему Считалось Умением А по нашему По Великой степи У нас было Все Повторюсь Выходили Значит Лоб в лоб В открытое поле И там Бились Как положено И вот Здесь пишут Что потери Русских Составило Двое Убитых И около Тридцать Раненых Ну конечно Если за стены Прятались То как То они Три дня Крутились Вокруг крепости Вызывали На бой Этих Казаков Значит Никто не вышел На бой И после этого Значит Так удачно Для русских И так бесславно Для коканцев Закончились Те события Беспокойного 1860 года Пишется Здесь И вот здесь Современный Военный Историк Говорит Об этом Что полковник Генерального Штаба Шиманский Так оценил Значение Узу Нагарского Боя По общему Заключению Во всех Наших Войнах Средней Азии До 1965 Года Ни разу Интересы России Не подвергались Такому Страшному Риску Как перед Боем При Озоне Когда все Будущность Наших Успехов И сохранение Достигнутых Результатов Были Поставлены На карту Если бы Колпаковский Не принял Решительные Меры И не взял бы По чин Наступления Своей руки Трудно Было бы Сказать Чем Кончилось бы Нападение Двадцатитысячных Масс Каканцев Особенно Если Принять во Внимание Что малейший Успех Мог привлечь На их сторону Всех Киргизов То есть Казахов Понимаете Заилийского Края То есть Россия Очутилась бы Перед Необходимостью Потерять Все Прибретенные Начиная Все Заново То есть Пришлось бы Всю Обратно Пришлось бы Весь Казахстан Завоевывать Обратно Всех То есть Понимаете Да То есть Поэтому Вот это Вот Битва Которая Была Который Так Пафосно Рассказывает Значит Атаман Захаров То есть На самом деле Она была Абсолютно Все по-другому Узунагадческое Сражение Поэтому Атаман Захаров Вы правильно Говорите Что Бог Правильно Говорит Что Сила Не в силе А в правде То есть Не в силе А в правде Вот это вот Слова Мне Ваши Только Понравились А то Что Вы Здесь Рассказываете Что Это Привело К Дружбе Русского Казахского Народа То есть Все это Опровергает Обратно Жизнь История То есть Нужно Говорить Правду Нужно Говорить Как Оно Было И не Надо Вот Выдумать Вот Что-то Придумывать Там Вас Послушать Так Вы Вообще Просто Приехали В Казахстан Всем Раздаривали Пряники Всех Вас Любили Вы только Казаха Не убили И все Вот И сегодня Вы также Хотите Здесь Построить Российскую Империю Возродить Решили Возродить Российскую Империю Так я вам Скажу Что Езжайте В Россию Там Возрождайте Свою Российскую Империю Я не против Но Мы Казахстан Независимое Суверенное Государство И Поэтому Мы Современники 2020 Год Таких Как я Я вам Скажу Очень Много Ребят Очень Много Поэтому Никаких Империи Мы здесь Терпеть У себя В Казахстане Не собираемся Поэтому Закрывайте Свою Казачью Вот эту Лавку Всю Вашу Вот эту Организацию И Добровольно Снимайте Погоны Военные Формы И Поэтому Хватит Голову Дурить Казахам И не Было Никаких 200 Шапрашты Которые Участвовали Там Как Вот Вы Мозги Полощите Шапраштинцам Не было Ничего С вами был Яргали Подписывайтесь На мой канал Пишите Комментарии Ставьте Лайки Салам Алейкам Рахмет Комментарии